Первая задача, которую я вам предлагаю, это задача такая очень типичная, которую вы наверняка видели, но которую упорно дают на ЕГЭ вот в этих последних замечательных четырёх задачах, последней части, второй части ЕГЭ. Разные варианты могут быть этой задачи. Ну вот типичная задача такая. В пробирке длиной 10 сантиметров, расположенной вертикально над воздухом, находится столбик ртути. Над воздухом нашим находится... Сейчас возьму свою коручку, да? Еще разок. Нужно... Находится столбик ртути. Высотой 3 сантиметра. Пробирку переворачивают вверх дном. Определительно, какой высоты столбик ртути останется в пробирке. Но тут мы прежде всего говорим о том, что нас интересует воздух. И происходит изотермическое расширение воздуха. Так как в условии задачи не говорится о том, что температура не меняется. Но она и в реальности действительно не меняется. И когда мы рассмотрим два состояния газа, мы описываем параметры этих двух состояний. Итак, положение 1. Объем воздуха равен V1 L минус H на S. Положение 2. Объем равен L минус X умноженное на S. Вот L минус вот это X умноженное на S. Но как мы находим давление? Давление... Можно сразу сообразить, что давление равняется атмосферному давлению плюс давление столбика ртути. А можно определить давление из условий равновесия столбика ртути. Вот сумма сил, действующих на этот столбик, равна нулю. А силы такие. Силы тяжести, действующие на этот столбик, сила давления воздуха, F-давление 1, и сила атмосферного давления, F-давление 2. Ну, мы расписываем, что это за силы. Это давление, умноженное на поиск побережьего сечения данной трубки. Расписываем массу столбика ртути и получаем естественное выражение для давления в первом случае, вот в этом первом случае, F-атмосферное плюс R-G-H. Итак, у нас есть с вами объём и у нас есть давление. Теперь мы определяем давление во втором случае, когда мы перевернули столбик. Опять же, мы можем просто сказать, что давление P2 плюс давление столбика ртути равно атмосферному давлению. Но для убедительности, а вот как-то дети это не очень хорошо понимают, поэтому для них лучше написать условие равновесия столбика ртути. Мы пишем сумму сил равняется 0, расписываем, что такое давление. Масса уже вот этого столбика ртути равна ρ на S на X. И пишем вот условие P-атмосферное на S минус P2 на S минус MX на G равняется 0. И получаем отсюда выражение для давления во втором случае, когда мы вернули нашу пробегу. Итак, для этого воздуха справедливо уравнение закон Боли-Мариотто. P1 на V1 равняется P2 на V2. Опять же, подчеркиваю, так как масса воздуха не меняется, и температура воздуха не меняется. Подставляем все замечательные параметры, которые мы нашли. У нас, как легко догадаться, получается квадратное уравнение относительно X. Мы обозначаем, чтобы не тащить вот все эти огромные числа А и В. Огромные выражения. И получаем X1,2 равняется A плюс минус корень и так далее, деленное на 2 рожей. Считаем отдельно А, считаем отдельно В, считаем отдельно рожей. И подставляем и получаем 26 сантиметров. Но я хочу сказать, что подобные задачи гораздо легче решать, если мы все будем выражать в сантиметрах. И в частности давление в сантиметрах ртутного столба. Понимаете, если бы у нас над столбиком воздуха была бы не ртуть, а какая-то другая жидкость, то мы бы этой роскошью не могли бы воспользоваться. Так как мы знаем, что атмосферное давление равняется 760 миллиметров ртутного столба или 76 сантиметров ртутного столба, то мы можем переписать вот это уравнение вот в таком виде. И когда мы решаем, и понимаете, оно много симпатичнее, много приятнее. И когда мы решаем это уравнение, у нас опять получается, только здесь уже чистое 26 сантиметров. Вот такая задача. Я хочу сказать, что может быть аналогичная задача. Вот задача аналогичная той, о которой я говорила. Только что. В горизонтально расположенной трубке столбиком ртути 12 сантиметров заперт слой воздуха. При этом длина слой равна 35 сантиметров. Большая. Если повернуть эту трубку один раз с открытым концом вниз, а в другой раз с открытым концом вверх, то столбик ртути смещается. Разность величин этих смещений равна 2 сантиметрам. Определить атмосферное давление. Это фактически вариация этой же самой задачи. Или можно её там разделить на две. Вот мы вот эту трубочку поворачиваем то вертикально, то горизонтально и определяем смещение столбика ртути. Очень такая симпатичная задача, но ничего в ней особенного нет. Это чистый загон бойли-мариота. Такая задача. Давление воздуха внутри бутылки закрытой пробки равняется 0,1 мегапаскаль. Фактически атмосферное давление при температуре 7 градусов по Цельсию. Насколько градусов нужно нагреть воздух в бутылке, чтобы пробка вылетела? Без нагревания пробку можно вынуть, прикладывая к ней силу 30 ньютонов. Сечение пробки 2 сантиметра квадратных. Итак, мы можем сказать, что давление бутылки должно быть равно вот этой вот силе F целеная на S плюс по атмосферной. И для того, чтобы определить, насколько нужно нагреть воздух внутри бутылки, у нас опять масса воздуха остается постоянной, объем остается постоянным. мы должны воспользоваться законом Шарля. То есть, P0 на T1 равняется F на S плюс P0, T2, отсюда получается T2. Выражение для T2 через T1. И дтт будет равняться Fp0s на T1. Будет равняться 420 Кельвина. Это совершенно реальная температура, потому что при таком нагревании стекло не расплавится, потому что температура плавления стекла около 1000 градусов. Такая задача тоже, задача, которая часто встречается вот в этой второй части. По газопроводу течет углекислый газ при давлении 50 ньютонов на сантиметр квадратный. И температура 17 градусов по Цельсию. Какова скорость движения газа в трубе, если за 5 минут через площадь поперечного сечения 6 сантиметров квадратных протекает масса углекислого газа, равная 2,5 килограмма. Ну, естественно, совершенно, чтобы определить скорость, надо определить тот объём, который протекает через вот это поперечное сечение трубы. Объём, так как масса известна углекислого газа, известна температура, известна его малярная масса, известна давление, то объём, который протекает, будет равен вот этой величине. Очевидно, естественно, мы пренебрегаем там сжимаемостью газа и так далее. Объём будет равен скорости вытекания на площадь поперечного сечения и на время. Таким образом, у нас V равняется V на S на Tau. Подставляем выражение для V и получаем 1,52 метра на секунду. Вот понимаете, в чём дело? Вот здесь вот в такого рода задачи, в таком рода записи мы должны заставлять детей выводить размерность. Потому что когда мы гордо пишем метр делённое на секунду или метр в секунду, то вот из этого прекрасного выражения отнюдь это не следует. Поэтому мы выводим размерность, действительно получается метр делённое на секунду, и мы гордо его пишем около этой цифры, это выражение. Такая задача. Во сколько раз изменится подъёмное село воздушного шара, если наполняющий его гелий заменить водородом? Весом оболочки шара пренебречь. Малярная масса воздуха 0,029 известна. Вот тут очень важная вещь. Очень много раз дети делают ошибку, когда, в том случае, когда и они спрашиваются подъёмная сила, а они пишут выталкивающая сила, то есть сила Архимеда. А подъёмная сила есть равнодействующая двух сил, выталкивающая сила и сила тяжести. Очевидно, выталкивающая сила или сила Архимеда равняется РО на ВНЖ. И ясно совершенно, что подъёмная сила будет равняться у нас плотности воздуха на плотность гелия на ВНЖ. Во втором случае это будет подъёмная сила равна плотности воздуха минус плотность водорода на ВНЖ. Находим из уравнения миндилеевого клаперона плотности воздуха, гелия и водорода. Подставляем в это выражение и получаем 27-25. Такая задача. С какой скоростью растёт толщина покрытия стенки серебром при напылении, если атомы серебра обладают средней скоростью 10 на 17 джоула и производят давление на стенку П, равное 0,1 паскаль. Атомная масса серебра известна, его плотность также известна. Вот я очень люблю такого рода задачи, потому что это и молекулярная физика, и одновременно мы вспоминаем, как мы выводим основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа, мы вспоминаем, что давление газа на стенке сосуда определяется ударом молекулы о стенке, но в данном случае у нас ударяются не молекулы газа и воздуха, а молекулы серебра. И мы можем сказать, что искомая скорость роста слоя напыления будет равняться дельта Т, делённая на дельта Т, где дельта Т это уже напылённый слой за время, равное дельта Т. А объём этого слоя будет равняться С на дельта Л. И тогда у нас получается, дельта В одновременно равняется массе, делённой на плотность серебра, а масса будет равна мать и молекулы серебра на число молекул, делённая на плотность серебра. Значит, дельта Л, мы подставляем это выражение в дельта Л, получаем М0Н на ро С, а теперь мы задумываемся о давлении, которое оказывает на стенку вот эти летящие и осаждающиеся на ней молекулы серебра. Изменение импульса согласно второму закону Ньютона молекулы равняется Ф на дельта Т, М0 на дельта В. В данном случае молекула осаждается на стенке, поэтому её скорость будет равна нулю, и изменение импульса будет равняться минус М0Н на В. На стенку действует тот же импульс, но направленный в другую сторону, будет равен В0Н на В. значит, сила Ф на дельта Т равняется числу молекул, ударившихся за время дельта Т, на В на М0, В будет равняться Ф на С, и так далее, НВ, М0Н на С на дельта Т, и естественно, мы В находим из значения средней скорости движения. И у нас будет скорость такая, и окончательное выражение будет таким, Н будет из этого выражения, мы находим число молекул, подставляем сюда, делим на дельта Т, и определяем скорость роста слоя напыления. Вот тут вот один довольно тонкий момент. Он вылезает, когда мы выводим основное уравнение молекулярно-кинетической теории, и здесь в частности. Вот дельта Т здесь, и дельта Т вот здесь. Это разные дельта Т. Вот здесь дельта Т, это промежуток времени воздействия молекулы со стенкой. Можно для ясности его обозначать, предположим, дельта Тау. А вот это дельта Т, это другой промежуток времени. Это промежуток времени, за которое на стенке оказывается Н молекул серебра. Следующая задача, симпатичная очень. На стакан напомни горячим воздухом при температуре 90 градусов кладут пластину. Воздух в стакане охлаждает до 20 градусов и переворачивает стакан. Площадь поперечного сечения стакана 20 сантиметров квадратных. Какой должна быть масса пластины, чтобы она не оторвалась от стакана? Ну, очевидно, условия, при котором пластина не оторвется от стакана, будут такие, что сила тяжести, действующая на пластину, плюс сила давления воздуха в стакане должна быть уравновешена с силой атмосферного давления. И у нас получается, что МЖ равняется массе пластины П0-П умноженное на С. Дальше у нас, опять же, закон Шарля, потому что объем воздуха не меняется при охлаждении воздуха. И получаем П0 на Т1 равняется П на Т2. Отсюда П равняется вот этому выражению. Подставляем это выражение для давления сюда и получаем МЖ равняется П0-Т2-Т1 на П0 на С. Вносим, естественно, П0, и мы получаем единица минус Т2 на Т1 умноженное на С. И отсюда мы получаем массу. И масса пластины оказывается невероятно большой. 3,8 килограмма. Это честный расчет. Когда я получила эту цифру, я сама очень удивилась. Вот что значит давление воздуха. Вот как оно быстро меняется. И вот этот градиент давления будет очень большим, когда температура уменьшается от 90 до 20 градусов. Такая задача. Аквалангист берет с собой для плавания баллон с сжатым воздухом. Объем 20 литров. Найти разность времени пребывания аквалангиста на глубинах 5 и 25 метров. Считая, что масса воздуха, потребляемая аквалангистом, остается постоянной с аквалангом и без него. В обычных условиях человек делает 20 вздохов в минуту, потребляя при каждом вздохе 2,5 литра воздуха. Это все усреднено. Кроме всего прочего, при решении этой задачи мы, конечно, считаем, что опять же аквалангист его объем лёгких не меняется. То есть тут есть некое приближение. Это такой оценочный расчёт. Вот за счёт чего возникает эта разность времени, разница во времени? Она определяется различием массах воздуха, остающихся в баллоне на разной глубине. Естественно, на более, больше глубине, в баллоне остаётся большая масса воздуха. И у нас получается, что М1, это будет вот так вот, вот масса воздуха, это будет П1 на В на М на РТ. М2 будет, масса воздуха будет вот такой, где П1 и П2, это давление на 5-25 метров. Следовательно, разность масс будет равняться МВ на П2 минус П1 на РТ. Ну, очевидно совершенно, что масса воздуха, которая захватывается при дыхании, будет у нас равняться М0 на ДТ на Н на П0, В0 на Н на РТ. Опять же, наше уравнение на деревья крупиона. И тогда ДТ будет равняться ДТ на М0. И будет вот это вот замечательное выражение. Ну, небольшая разница, но всё равно для человека, который погружается на одно, это долгое время, 48 секунд. Такая задача. В открытом цилиндре с гладкими стенками на пружине подвешен поршень массой 20 кг и площадью поперечного сечения 200 см2. В положении равновесия поршень находится у дна цилиндра. Под поршень закачивают воздух в 20 грамм, то есть фактически 1 моль. При этом поршень поднимается в высоту 15 см. Определите жесткость пружины, эффективная маляная воздуха 0,029, температура такая. Что мы можем сказать? Что вот когда поршень находится на дне, то на него действуют следующие силы. На него действует сила тяжести, на него действует сила упругости, направленная вверх, и на него все-таки действует сила давления, потому что, конечно, не оговорено в условиях, что вообще под поршнем воздуха нет. То есть тут, конечно, действует атмосферное давление, когда мы собирали всю эту прекрасную установку, то, конечно, в небольшом количестве воздуха тут неизбежно должен был остаться и оказывается обычное свое атмосферное давление. И тогда у меня получается условие равновесия поршней, сумма этих сил будет равна нулю, и в упругости равняется КХ0, Х0 первоначальная деформация пружины, и тогда у нас получается она движения минус КХ0 плюс П0С равняется нулю. И у нас получается, значит, это у нас будет открытый сосуд давит П0, вниз действует сила тяжести, а вверх действует сила упругости. И у нас получается здесь минус, и во втором случае, во втором случае, когда мы закачали этот воздух, то у нас М1Ж минус Ф упругости 2 плюс Ф0 силы атмосферного давления минус Ф давления равняется нулю. Ф упругости будет уменьшаться. Почему? Потому что снизу давит вот это вот давление воздуха закачанного под этот поршень. И у нас получается Ф давление будет равняться П на С. П мы определяем опять же из уравнения Менделеева клаперона выравняется объем воздуха равняется С на H, то есть на ту высоту, на которую поднялся этот поршень. Подставляем это все вот в это последнее уравнение. И у нас получается, что К H равняется М2РТ на М на H. И К получается равно вот этому выражению, то есть 10 в 5 ньютон на метр. Вот такая задача. Значит, еще раз оговорим, что вот мы, когда у нас просто поршень валяется на этом дне, на поршень действует сила упругости, действует сила атмосферного давления и сила тяжести. Когда мы закачиваем воздух, то появляется новая сила, сила давления этого воздуха на поршень. И получается у нас в результате 4 силы. Но F давление равняется P на S, а вот это P давление снизу мы определим опять же из уравнения Менделеева Клаперона. А V вот в этом уравнении Клаперона равняется S на H, то есть на ту высоту, на которую поднялся поршень. Все эти выражения подставляем сюда и получаем выражение для жесткости пружины. Вот вариация. Похожая задача, но не совсем. В открытом цилиндре с гладкими стенками, опять у нас стенки гладкие, то есть мы имеем ввиду, что никакая сила не совершает работу при подъеме и опускании поршня, находится подвижный поршень. Под поршнем находится неумоль идеального газа. К поршню и ко дну прикреплена пружина жесткостюка. То есть, понимаете, это вариация задачи, но там немножко другое. Видите, тут подвешен поршень, а тут поршень лежит на пружине. И естественно условия равновесия поршня это будет вниз действует сила тяжести, действует сила упругости и действует сила атмосферном давлении и действует сила давления газа, который находится под этим поршнем. И тогда у нас получается F упругости равняется K на L-L 0. Значит, у нас L-0 это начальное значение длина недоформированной пружины. F нулевой равняется P нулевой на S. F давление 1 равняется P1 на S. P1 опять определяем без уравнения Медилиева Клаперона. Подставляем это в условия фактического уравнения статики. получаем что M же равняется вот этому выражению. Ну его преобраз... Во втором случае, когда мы с вами нагреваем до температуры T2 и когда у нас объем увеличивается в два раза, естественно упругость пружины меняется и здесь будет 2L минус L 0 неизменным остается естественно атмосферное давление и силу давления направлено вниз. Минус вот это уже выражение уже видите у нас тут 2L и мы это все мы можем решить это очень просто. Мы можем вычесть из нижнего выражения верхнее выражение тогда у нас все 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 уйдет и остается только вот два этих слагаемых. Опять же вытаскиваем общий со множицей ню r 2L получаем тут минус 2T1 плюс T2 и оттуда определяем T2. Собственно говоря вот все задачи. Очень хорошая задача да? Мне нравится. то есть тут куча всяких вариантов опять же. Но переход к термодинамике тем более в тот раз меня просили посчитать КПД тепловых двигателей. Итак задача такая для нагревания такая задача обычная но мне она нравится тем что тут во всю применяется первый закон термодинамики. Для нагревания 10 грамм неизвестного газа на один кельм при постоянном давлении требуется 9,12 джоулия при постоянном объеме 6,49 джоулия что это за газ? Ну и вот мы тут фактически на этой задаче широко используем понятие теплоемкости и она еще хороша тем что мы говорим что если теплоемкость жидкости теплоемкость твердых тел мы можем определить по таблице то теплоемкость газа зависит от условий нагревания и вот у нас получается при постоянном давлении у нас теплоемкость ЦП и равна это удельная теплоемкость ЦП на М на дельта Т при постоянном объеме КВ равняется ЦВ М на дельта Т выражаем отсюда удельные теплоемкости находим чему равна их разность подставляем выражение для этих теплоемкостей и получаем КП минус КВ на М на дельта Т равняется Р на М единственная неизвестная величина здесь это будет М М мы определяем и получаем 0,032 отсюда делаем вывод что у нас этот неизвестный газ очень такой нам известный кислород такая задача но эта задача в общем на игру с формулами на игру с формулами сосуд разделен на две части тепло-бродящей перегородкой в одной части находится 10 19 молекул а в другой 4 на 10 18 молекул вначале внутренней энергии газа в первой части была на 1,9 джоуля больше чем во второй в состоянии теплового равновесия значит так как теплопроводящая перегородка теплообменом с окружающими телами мы можем пренебречь то есть он происходит гораздо более медленно чем теплообмен через эту теплопроводящую перегородку и так система достигает теплового равновесия и в состоянии теплового равновесия системы внутренней энергии одной молекулы в второй части сосуду уменьшилась на 25% чему стала равна внутренняя энергия газа в первой части сосуда так ну вот я говорю что эта задача на собственно говоря с физикой тут боль мне не все ясно происходит тепловмен условия теплового равновесия это условия равенства температур в обеих частях сосуда и так мы можем сказать что так как температура у них одинаковая то отношение конечного значения внутренней энергии в первой части сосуда к внутренней энергии во второй части сосуда будет равно отношению молекул используем еще одно условие задачи что у нас внутренняя энергия во второй части сосуда уменьшилась на 25% следовательно она стала равна 0.75 внутренней энергии молекул в этой части сосуда в начальном состоянии и отсюда зная вот это и это выражение мы можем сказать что у конечной 1 равняется N1 к N2 0.75 У2 U конечная 1 это то что нам надо определить с другой стороны мы знаем что U1 минус U2 было равно дельта U но опять же в силу того что у нас внутренняя энергия полная внутренняя энергия система изменится не может так как весь сосуд теплоизолирован то мы можем сказать U1 плюс U2 равняется 2 U2 плюс дельта U то есть мы выражаем соответственно U1 через U2 таким образом дельта U2 равняется дельта U и равняется U конечная 2 на единице плюс N1 на N2 это вот следует из этого выражения это будет 075 U2 потому что мы знаем на единице плюс N1 плюс отношение количеств молекул отсюда U2 у нас будет равно вот этому отношению на U конечная 1 у нас получается вот такое выражение будет 5 и 7 джоу но опять же я говорю что в этой задаче нет никаких таких чисто физических проблем тут просто надо суметь поиграть с формулами написать уравнение тут можно написать уравнение теплового баланса кстати можно написать что количество теплоты которое отдал один газ в одной части сосуда равно количеству теплоты полученное газом во второй части сосуда но так как работа не совершается то следовательно это количество теплоты равно изменению внутренней энергии и собственно говоря можно написать как я здесь написала сохранение внутренней энергии а можно написать вот из этого выражения к отданное равно к полученному ну как кому нравится в общем-то такая задача море идеального одноатомного газа расширяется сначала изоборически вот тут показано а затем процессе в неком процессе с линейной зависимостью давления от объема известно что v3 к v2 равняется v2 к v1 а t2 равняется t3 вот здесь очень хорошая задача в том плане что есть два разных выражения t2 равняется t3 а есть выражение предположим что t остается постоянно вот что означает что t2 равняется t3 это означает что процесс перехода газа из состояния 2 в состояние 3 не изотермический а некий процесс после которого вот эти вот две точки лежат на одной изотермии вот это вот такая особенность вот в чем отличие t равняется констанции или температура в начальном состоянии равняется температуре в конечном состоянии t равняется констанции это изотермический процесс а равенство температур говорит о том что вот эти вот состояния находятся на одной изотерме итак вот наши данные которые мы можем использовать q1 2 будет равняться 5 вторых r t2 минус t1 потому что это у нас изобарный процесс или же мы можем сказать что 5 вторых p1 на v1 минус v v2 минус v1 работа в процессе 2 3 будет численно равна площади трапеции то есть это будет 1 вторая p1 плюс p3 на v3 минус v2 раскрываем скобочки получаем вот это выражение p1 на v3 минус p1 на v2 плюс p3 v3 минус p3 на v2 но так как у нас эти точки лежат на одной изотерме изотерме то мы можем сказать что p1 v2 равняется p3 v3 отсюда мы вот эти эти слагаемые убираем и у нас получается 1 вторая p1 v3 минус p3 v3 вытащим за скобочку p1 v3 и у нас получается в скобке в единице минус p3 на p1 на v2 к v3 вот чем это привлекательно что вот у нас вот это выражение уже фигурирует в условии задачи но вот из этого выражения также следует что p1 p3 равняется v3 на v2 или v2 на v1 ну таким образом q1 2 будет равняться у нас фактически 2 а2 3 по условию у нас получается 5 вторых вот это выражение равняется v3 на единице минус v1 на v2 в квадрате собственно говоря из этого следует и у нас получается 5 вторых равняется v2 на v1 на единице плюс v1 v2 и получается v2 к v1 равняется 3 вторых очень приятная задача очень приятная потому что тут кучу всего можно долго разговаривать и о работе вот работа равна это значит мы должны начертить работу при процессе 1-2 больше следовательно мы должны начать график так у меня кстати так не очень начертено что у нас вот эта площадь 2 раза больше это и так далее и так далее тут куча всего интересного такая задача 1 мой газа кстати сказать эта задача очень характерна и опять же она очень часто встречается в ЕГЭ 1 мой газа совершает цикл состоящий из 2 изобора 2 изобар температура соответствующая состоянием 1,3 T1 и T3 определить работу совершенных газом за циклы если точки 2 4 лежат на одной изотерме опять же это изотерма состояние 1 опять же параметры каждого состояния перечисляем состояние 1 параметры P1 V1 T1 состояние 2 это у нас P2 V1 T2 состояние 3 P3 V3 T3 состояние 4 P1 V3 T4 при этом подчеркиваем что T4 равняется T2 работа будет равна P2 минус P1 на V3 минус V1 то есть работа будет равна просто площади прямоугольника но так как T4 равняется T2 то P2 V1 равняется P1 V3 ну то есть согласно вот тут вот кстати сказать не закон Бойли Мариотта тут чистое уравнение Меделева Кваперона потому что закон Бойли Мариотта мы пишем для процесса а тут мы связываем два состояния P1 P1 V1 равняется RT1 так как у нас 1 моль P2 на V3 равняется RT3 находим P1 V1 P2 V3 получаем P1 T3 дальше мы понимаем что P1 к P2 равняется V1 к V3 и это будет корень подставляем это будет корень из T1 к T3 так как мы можем вытащить за скобочку P2 V3 у нас тут получается P1 к P2 вот из этого выражения единица минус V1 к V3 и получается что работа очень приятное выражение будет равняться RT3 на единица минус корень квадрат на T1 к T3 в квадрате такая я бы сказала даже элегантная задача такая задача тоже часто ну вариации этой задачи есть определите КПД тепловой машины работающей по циклу 1 3 4 1 вот 1 3 4 1 если КПД машина работающая по циклу 1 2 3 1 равен 1 рабочим веществом в обеих машинах является идеальный газ итак КПД цикла 1 3 4 1 будет равен работе деленное на Q2 обратим внимание что так как работа чисто равна площади контура который изображает цикл то работы при обоих циклах у нас будут одинаковы вот во втором случае это будет то что нам нужно собственно определить А на Q2 где мы можем сказать что Q2 равняется работе при каком процессе система получает тепло она получает тепло при процессе 1 3 значит это у нас будет работа плюс изменение внутренней энергии дельта у 1 3 и тогда у нас получается А1 3 равняется А2 3 минус А значит Q2 у нас получается вот это замечательное выражение и АКПД цикла 1 2 3 1 равняется А деленное на Q1 количество теплоты получаемое за этот цикл это при процессах 1 2 и 2 3 строго говоря я могу написать сразу что это будет дельта У1 3 плюс А2 3 но почему потому что изменение внутренней энергии не зависит от способа перехода газа из одного состояния в другое а зависит только от начального и конечного состояния системы вот если мы отсюда мы можем сказать что Q2 вот сравнивая эти два выражения мы можем сказать что Q2 равняется Q1 минус А ну и тогда получается это 2 будет равняться А деленное на Q1 минус А разделим на Q1 числитель и заменатель получим А на Q1 единиц минус А на Q1 и получаем такое выражение для КПД второго цикла через КПД первого цикла Ну вот интересно тут еще проанализировать при каком выражении Q1 КПД этого цикла будет при каком значении Q1 КПД второго цикла будет больше чем Q1 Вот это можно с настоятельной задачей и посмотреть Потому что если мы увеличиваем Q1 это 1 если мы увеличим это 1 то у нас естественно вот предположим это 1 цикл будет большим больше то естественно ТТ2 будет у нас соответственно меньше больше А если мы сделаем ТТ1 меньше В общем тут надо посмотреть кстати сказать Значит если мы ТТ1 увеличим ТТ1 мы увеличили значит вот этот ТТ2 будет больше чем это 1 А если мы его уменьшим то тогда это увеличится может стать меньше ТТ1 Да вот это вот интересно посмотреть кстати сказать Прям нужно предложить числовой эксперимент или что-то в этом роде Здорово интересно Следующая задача цикл тепловой машина рабочим веществом который является 1 моль идеального 1 атомного газа состоит из изотермического расширения из охорного охлаждения и адиопатного сжатия в изохорном процессе температура понижается на дельта Т а работа газа при изотермическом расширении равна А определить КПД тепловой машины Вот когда мы рассмотрим изотермический процесс мы тут очень ограничены мы вот обратите внимание всегда мы даем работу при изотермическом процессе но это понятно потому что наши дети не могут проинтегрировать вообще они могут проинтегрироваться там П на ДВ при изотермическом процессе но это почему-то мы этого боимся и в одном там получается натуральный логарифм и все это конечно сложно поэтому мы всегда честно даем работу при изотермическом процессе и так коэффициент полезного действия будет равен работе то есть честно равен площади вот этого какого-то триволинейного треугольника деленное на количество теплоты получаемого от нагревателя работа за цикл будет у нас равна чему это будет работа да минус один работа один да минус работа один три да и работа один три будет равняться изменению внутренней энергии так как у нас происходит это при изо при адиабатном процессе она будет равна минус три вторых и р на дельта т и так у нас работа будет равняться а на три а на три вторых на р на дельта т кун нагревателя равняется работе при изотермическом процессе потому что у нас получается что только при изотермическом процессе у нас система получает тепло и коэффициент полезного действия будет иметь вот это выражение вот собственно говоря это все ну такая задача тут надо сообразить что количество теплоты получается от нагревателя только при изотермическом процессе при процессе два три тепло отдается холодильнику а при процессе три один теплоотмена нет аналогичная задача вот можете просто по образу подобию решить такую задачу моль гилья совершает работу а в замкнутом цикле состоящем изобары изотермии и адиабат там у нас была изофора тут у нас с вами изобара разность максимальной и минимальной температуры равняется дельта т определить кпд цикла то есть очень похожая задача следующая задача цикла состоит из двух адиабат и двух изобар работа газа при изобарическом расширении сжатия соответственно равны а1 и а2 газ одноатомный идеальный апридископ это цикл в общем я вначале не сказала но что самое важное чему самое важное научить при решении такого рода задач надо тщательно рассматривать процессы из которых состоит цикл и объяснять и находить при каком процессе тепло получается при каком процессе оно отдается при каком процессе работа совершается положительное при каком процессе отрицательное и так сказать вот конечно я всегда советую любой цикл рисовать на ПВ-диаграмме чтобы сразу было понятно при каком при каких процессах совершается работа и чему равна работа за цикл и так колесного действия будет равняться работа за цикл деленная на нагревателя а работа за цикл будет равна соответственно А1 у нас две адиапаты это будет работа при адиапатном процессе минус модуль работы при процессе 3 4 но так как здесь данный модуль то тут смело мы пишем минус А2 и минус модуль работы при адиапатном процессе то есть это будет А1 минус А2 плюс 3 вторых ню Р Т2 минус Т1 минус Т3 плюс Т4 но очевидно совершенно что 3 вторых ню Р Т2 минус Т1 будет равно 3 вторым А1 то есть это будет у нас изменение внутренней энергии будет равно 3 вторым А1 а это будет 3 вторых А2 и мы получаем что количество теплоты будет равнять 5 вторых А1 при запарном процессе то есть количество теплоты получается только при процессе 1-2 и получаем выражение для КПД что КПД будет равняться вот такому в результате скромному выражению для всех наших вычислений Ну последняя тема на которой я хочу остановиться тоже эта тема вызывает сомнения но в основном эта тема встречается конечно в первой части ЕГЭ влажность насыщенный пар задача такая в комнате типичная задача в комнате объем 40 метров кубических температура воздуха 20 градусов его относительная влажность 20 процентов сколько надо испарить воды чтобы относительная влажность стала равна 50 процентов то есть соответствовала где-то санитарным нормам известно что при температуре 20 градусов давление насыщенного пара равняется 2330 паскалей ну для того чтобы определить сколько нужно испарить воды надо определить разность массы воды в первом случае и во втором случае и так у нас получается что у нас масса будет равняться ρ пара на V где ρ пара будет равняться малярной массе на давление пара на RT а давление пара будет определяться влажностью то есть это будет P насыщенного пара умноженное на φ на RT на 100% влажность как мы знаем будет равна P пара деленная на P насыщенного пара и так масса пара в первом случае будет равняться тут кстати 5 φ1 на V а во втором случае будет равна вот этому это значит нас получается m равняется вы знаете вот перешло в другой я не изменилась индексом видите они такие огромные но не важно масса будет равна m2 минус m1 у нас получается вот такое выражение это будет 0,21 килограмм такая задача в комнате при температуре 15 градусов по Цель все относительная влажность 10% как изменится относительная влажность если температура в комнате повысится на 10 градусов повышение изменения относительной влажности объясняется только тем что изменяется температура И естественно совершенно мы можем сказать, что φ1 будет равняться π1 на π насыщенного пара при 15 градусах, а φ2 будет равняться π2 на π насыщенного пара 2 при 25 градусах. И получается, что Δφ будет равняться φ2 минус φ1. Подставив эти два выражения, мы получаем π2 на π насыщенного пара 2 минус π1 на π насыщенного пара 1 на 100%. И получаем вот, оно, кстати, дублируется, такое выражение. π1 будет равняться φ1 на π насыщенного пара 1, а изменение давления мы можем определить по закону Шарля опять же. И у нас получается, что π2 равняется этому выражению. Выражаем через π1 и через, получается, через влажность начальную. И получаем выражение для φ2. Но, подставив вот в Δφ, у нас получается φ2 минус φ1, как здесь. И получается φ1 на π насыщенного пара 1, π насыщенного пара 2, Т2 на Т1 минус 1. 3,7%. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда мы делаем чисто оценочные расчёты, мы не считаем, не определяемо изменение давления с увеличением температуры. Мы считаем, что основное изменение происходит за счёт изменения давления насыщенного пара, изменения влажности. И последняя задача. В сосуде объёмом 31 литр находится воздух, вода и насыщенный пар. Все три компонента. Температура в сосуде 100 градусов, давление 2,5 атмосферы. При постоянной температуре объём медленно уменьшается, пока давление не станет равным 4 атмосферам. Определите массу воды в сосуде в конце опыта. Общая масса воды пара в сосуде 22 градуса. Значит, P1 будет равняться P насыщенного пара плюс P воздуха 1. А P2 будет равняться P насыщенного пара плюс P воздуха 2. Дело всё в том, что давление насыщенного пара не меняется. И давление насыщенного пара при 100 градусах равняется 1 атмосфере. Масса в первом случае будет равна массе воздуха плюс массе насыщенного пара 1. Масса во втором случае будет равняться массе воздуха 2 плюс N насыщенного пара 2. Но дальше мы можем сказать, что по закону Бойли Мариотта, P воздуха 1 на V1 равняется P воздуха 2 на V2. Мы считаем, что изменение объёма, да нет, мы можем, конечно, привлечь, но не пренебрегаем. Значит, отсюда V2 определяем. Отсюда определяем V2. И у нас получается M воздуха 2 равняется N минус R насыщенного пара P1 минус P насыщенного пара P2 минус P насыщенного пара на V1. И отсюда определяем массу воды. И, естественно, массу воды 13 грамм. По-моему, всё. Ну, здесь я привела вот те параграфы и задачи, которые в огромном количестве на эти темы. И примеры решения задачи. Задачи для самостоятельного решения присутствуют в Мякишеве. Просто я привела, чтобы вы поняли, что оттуда тоже можно брать задачи для работы. Ой, ещё нет, спасибо за внимание. Вот, для того, чтобы работать по этой теме. Так, и вот вопросы. Разрешите задать полосу к магниту. Потом магнит подкова. То есть, понятно. Север и юг понятны. Заданы из условий. Теперь наш магнит свернём в кольцо. По какому принципу будет определяться южные и северные полюса этого кольцообразного магнита? Значит, вы хотите магнит согнуть в кольцо. Значит, если вы сгибаете... Вот у вас север-юг, север-юг. И вы... Вот если, предположим, возьмёте два подковообразных магнита. То у вас может быть, существовать вот этот вот магнит в таком состоянии, если вы северный полюс соедините с южным, южный с полюсом. Потому что вы северный и южный полюс, они будут отталкиваться друг от друга и существовать не могут. Значит, это у вас будет просто намагниченный ферромагнетик. Никакого отдельно северного и южного полюса не будет. Они будут появляться только тогда, когда вы разрежете вот этот кружочек на два куска. Понимаете? Поэтому говорить о северном и южном полюсе здесь не приходится. То есть тут просто будет у нас... Вот я считаю, можно ответить так. Нет, я вас извиняю, но это очень интересный вопрос, кстати, видите, я долго соображала. Это просто намагниченный ферромагнетик. Кольцо из ферромагнетика намагниченного. Вот, мне кажется так. И ещё вопрос по теме. Как же определяется влажность на улице зимой, например, 56 градусов по Цельсию? Психометры и гигрометры не будут работать. Ну, во-первых, есть такие таблицы. Во-первых, конечно, вот в наших таблицах у нас влажность всё равно будет. Минус 56, кошмар какой. Слушайте, я подумаю, в следующий раз расскажу. Вообще, меня само интересовало, что там будет при низких температурах. Понимаете? Тогда при температуре, предположим, положительной, там всё понятно. Там будет испаряться вода и будет влажность. А когда у нас лёд, воды же нету. Понимаете? У нас лёд. И образуются, значит, молекулы льда просто выскакивают из твёрдого льда. Они же могут там в бесконечности сидеть. Но они уже не образуют капли, да? Потому что у нас не будет... Там вообще, я не знаю, как говорить о влажности. Мы можем поговорить о влажности, просто о содержании в воздухе льда. А когда мы... Там будет сухой воздух. Это безумно сухой воздух при этой температуре. Вот почему говорят, что надо много пить даже и при минусовой температуре. Не только при высокой температуре. Ну, вы знаете, я подумаю, вам скажу. Мне это самое интересное. Ну, вот давайте порассуждаем. Ведь что такое влажность? Влажность – это молекулы воды в воздухе, да? Когда выпадает роса, когда у нас кинетической энергии молекулы воздуха не хватает на то, чтобы удержаться молекулы воды в газообразном состоянии. Они приближаются друг к другу, образуются капли воды. А что тут будет? Если они находятся, они могут провзаимодействовать, и будут эти такие снежные комочки. Ну, это так, импровизация. Я подумаю. Вот в мае отвечу. Ладно? Если смогу. Нет больше вопросов. Ну, какие-нибудь есть ещё вопросы? Если нет, то, значит, я заканчиваю этот вебинар. В следующий раз у нас будет такая очень для вас животрепещущая тема. Это электричество. Электричество, напряжённость, потенциал, электроёмкость. Я подберу сложные задачи. Так, ещё вы... Как же, блядь, власть? Так. Спасибо большое, спасибо большое. Всё. Значит, до встречи в мае. В мае у нас будут... И я хотела вам сказать, что вот те задачи, которые я вам привожу в качестве примера, вы всё-таки их не бросаете, а постарайтесь там их наполнить телом объяснения, объяснения вот сами или же с детьми прорешаете и так далее. И если вам что-то будет непонятно, то не обязательно задавайте вопросы. Потому что это же фактически комикс, то, что я вам говорю. Это просто формула, набор формул. А ведь это всё нужно наполнять каким-то физическим содержанием, гуманитарным текстом. И вот если у вас какие-то будут сложности, то вы мне скажите, я с удовольствием всё расскажу. Вот. А так, всего доброго, успехов вам, до встречи в конце мае. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok